Марина Курчевская, советская и российская художница. По красной дорожке к театру драмы выходят гости и участники Шукшинского кинофестиваля. Кинематографисты, режиссеры, сценаристы, актеры, деятели культуры и искусств. Из самых ярких персонажей – алтайский Леонардо Ди Каприо, Александр Ясень, сыгравший голливудского актера в фильме «Лео. У нас сибирские обстоятельства». Приехали и такие звезды, как заслуженная артистка РСФСР Наталья Бондарчук, и народная артистка России Ирина Алферова. Она уже в первые секунды своего выхода была на расхват у желающих получить автограф. У вас было желание попросить автограф у кого-то из звезд? Ну, было, но, на мой взгляд, как-то не сильно культурно. Лезть в общую толпу и спрашивать автограф или еще как. В принципе, достаточно ауры вот этой вот торжественности фестиваля. Очень приятно это видеть, что люди крайне рады, потому что шукшинские дни на Алтае есть. Особенности, я думаю, что действительно эта выставка, посвященная ему сфильму шукшину, она находится на втором этаже в театре драмы. Это, конечно же, гости. Это программа очень большая и короткого метра, и полного метра. Это просто великолепие. То есть всем рекомендую прийти, посмотреть кино. Но, честно, я хочу посмотреть все, потому что из короткого метра, например, выбрано 15 короткометражных фильмов, и я каждый хотела бы посмотреть. Очень надеюсь найти их в сети. Торжественная церемония открытия продолжилась уже в зале театра. Народные песни и хороводы, то без чего у фестиваля имени творца деревенских чудиков, не было бы своего особого колорита. На сцене творческие номера представил ансамбль песней и танца «Алтай». История о грешном человече, которому ничего на свете не надо, ни злата, ни серебра, запомнилась всем. Все его произведения как будто о нас, о нашей жизни. Поэтому я думаю, что ни одного жителя Алтайского края не будет, который был бы к нему равнодушен. Творчество Шукшина делает людей чище, лучше. Поэтому, наверное, вот мы сюда ездим каждый год. Так вот получилось. Василий Макарович прожил 45 лет. И 50 лет его уже нет с нами. С каждым годом как будто все сложнее и сложнее. Что-то сказать новое, или открыть для себя новое, или почувствовать. Но год от года нам это удается. Фестиваль документального кино «Нравственность есть правда» для кинематографистов – возможность не только показать свои работы, но и вдохновиться постановками коллег. Все фильмы, участвующие в программе кинофестиваля, и это не только документальные, можно будет посмотреть в барнаульских кинотеатрах «Галакси», «Мир» и «Премьера». Показы пройдут и в Бийске. Дарья Ярушина, Дмитрий Денисов. День с толком.